Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. И сегодня у нас ведущий нашего канала. Йоу! Маришка! Маришка еще отходит. Маришка... Как это сказать? От чего? Как-то от эмоционального... Потрясения. Нет, нет, это не потрясение, это... Наплыва. Загрузка. Загрузка. У нас перезагрузка. В общем, разгрузка. Перегрузка, да. А, да, нас перезагрузил товарищ. В общем, ситуация какая? Неделю, может быть, пару-тарых недель назад Антоша ко мне обращается с просьбой. Это уже было бы с того, как он там сходил на слепого рпати. Буквально через три дня она била. Да, мам, тут такое дело, вот мы там с мальчиком, он с мальчиком дрожит, ну, давно в хороших отношениях. Мы хотим у него дома вместе поиграть в игру. Я говорю, ну, хорошо. Мам, я, да, я как-то, если честно, даже не сконцентрировалась на фразе «ему твой телефон». Нет, подожди, я перебью тебя, извини. Перед этим это все он рассказал мне, потому что ты в тот день училась, и к тебе он подошел уже через день, наверное, или через два. Ну, не важно. И он говорит, папа, какой телефон дать мальчику? Мой, в смысле, Антошин, потому что у нас у детей есть номер, и Антоша, как старший, владелец телефона номера. Вот, говорит, какой дать номер, твой, мамин или свой? Я говорю, давай мамин, потом говорю, если хочешь, можешь дать свой, какая разница, позвонят на твой, поговорит мама, там, или я. Потому что, объясняю, почему. И, в общем, решили, по-моему, дать мамин телефон, чтобы не играть в сломанное радио. Да, потому что я вообще, как бы, предполагала, что все будет по обычной схеме. Привет, я мама, там, Вася, договорились. Ну, звонит обычный родитель. Да. А обычно даже не звонит, а пишет. В основном все пишут. Суббота я делаю свои уроки, это было, ну, как-то рано с утра еще. Приходит мне сообщение, привет, я друг Антона, мы хотим с ним поиграть. И я такая думаю, забавно, что ж ты мне мальчик пишешь. Я говорю, Антоша, ты с мальчиком? Говорю, как-то вы, наверное, не поняли. Говорю, мне нужно переговорить для того, чтобы отвезти тебя к кому-то домой. Мне нужно, говорю, переговорить с родителем, но никак не с мальчиком. Антон вроде сделал вид, что все понятно. Ну, как, не сделал вид, ну, может, они что-то... А мальчик решил, что он дядя Федор. Да, да, что такой самостоятельный. Нет, зайка, извиняйся, я перебью. Ну, теперь становится ясно, почему мальчик самостоятельный. Ну, да. После того, как ты поговорила с папой. Да. Вот это ты расскажешь позже, да? Ну, конечно, я все расскажу. Значит, я ему пишу, что... Придет Антон, он мне пишет, придет ко мне Антон сегодня. Я пишу, говорю, нет, сегодня он не придет, потому что наша семья занята на эти выходные. Он мне пишет так, типа, подожди, почему не сегодня? Как бы он со мной общается, да? Ну, в какой-то взрослой манере. Я говорю, я... Или в взрослой манере, или как с одноклассницей. Да. Я ему опять же, типа, потому что наша семья имела, ну, какие... Запланировала, в общем, какие-то вещи. А можно я еще раз перебью? Просто нам это сейчас касается не той аудитории, которая живет в Америке, а касается той аудитории, которая живет на постсоветском пространстве. Нам, скажем, немножко непривычно и немножко режет слух, когда, например, ребенок подойдет и говорит тебе «ю». Ну, мне это уже не режет, но меня больше даже... То есть... Давай, я договорю, а ты потом ему расскажешь. То есть для нас это как бы... Получается, он говорит как «ты». И мне неудобно кому-то сказать «ты». То есть нету такого «ты» и «вы». То есть если ты хочешь обратиться к кому-нибудь с повышенным... С повышенным... Как это сказать? Ну, кто-то, кто... С повышенным уважением, да, кого ты как-то хочешь уважить. Ты говоришь там «или сэр», «или мэм», «или еще как-то». Вот. А тут, получается, ребенок говорит «ю». То есть получается... Меня не это смутило. Не смущает. Меня смущает иногда. Вообще не с детьми. Ну, сейчас ты расскажешь, это я просто вклинился, извини. Просто получается, как бы, когда с тобой говорит кто-то ниже или выше по росту... Не по росту, говорю, поэтому сам по возрасту. Получается, как бы ты с ним говоришь на «ты», что как бы, ну вот, как советскому человеку немножко... Мне, например, это... Да мне как-то... Ну, меня это нет. Меня, мне наоборот, меня это до сих пор удивляет. И мне нравится, насколько здесь дети смелые. Вот буквально недавно ко мне подгребает... Ну, это я рассказывала, наверное, уже, да? Наверное. Меня останавливает девочка и говорит «привет, мама типа Катарина». Я говорю «привет, она как дела?» Я говорю «ну, нормально, а у тебя как дела?» «Тоже нормально». «А хочешь я тебе вот сейчас что-то скажу?» Я говорю «ну, скажи». А ты знаешь, что только я корректно произношу Катаринину фамилию в классе? Только я одна. Я говорю «ну, ты молодец». Я говорю «вообще никто не может нормально сказать». Она говорит «нет, никто». Я говорю «ну, ты можешь им, говорю, иногда на перемене давать уроки, чтобы они, говорит, по пятому классу были готовы ее уже нормально называть по фамилии». Меня вот поражает. Мы как-то к взрослым относились, ну, по-другому. Ну, и... Ну, это вот то, про что я рассказывал, только с другой стороны. Мы не могли просто как к взрослому подойти как к равному, правильно? Да, к учителям дети относятся. У них нет никакого вот, ну, типа там... Они могут подойти к учителю, обняться с ним, поцеловаться, спросить какой-то вопрос на какой-то ответ, не касающийся, вернее, получить ответ на вопрос, не касающийся учебы. То есть для детей, вот в нашей школе, по крайней мере, мы будем говорить за себя, так сказать, за своих детей, учителя – это... Лучшие друзья, товарищи. Лучшие друзья – это их одноклассники. Так вернемся к мальчику. Значит, я ему опять объясняю, что не можем, потому что мы давно и запланировали какие-то там дела. Хорошо, говорит, а когда он сможет? Я говорю, я пишу немножко в недоумении, почему я общаюсь с ребенком, а не с родителем. Ну, думаю, фиг его знает. Пишу дальше, что, типа, мы, возможно, если, типа, у вас нету планов, то мы можем на следующие выходные. Он мне пишет, окей. Спасибо, окей. Проходит какое-то время, я переосмыслила это все, ну, потому что, я говорю, я была погружена в свои какие-то там сочинения, все это я Антошу, говорю, Антоша, сынок, говорю, поговори с мальчиком, говорю, понимаешь, говорю, я понимаю, что вы хотите там сходить на плейдэй и все такое. Я говорю, ну, как я могу просто прийти, дзынь, здрасте, вот Антон, он к вам поиграть. Говорю, мы должны поговорить с мамой, с папой, с родителями, с кем-то, говорю. Так нельзя. Хорошо, и я смотрю, Антоша вот какое-то лицо, они, видимо, в классе, ну, может быть, Антоша, видимо, знал всю ситуацию, как бы, раньше. Они, наверное, все-таки, все-таки между собой, естественно, все это обсуждают, потому что вот Катарина же некоторые подробности из жизни. А Антоша знал, что писал мальчик, а не папа? Потом Антон знал, я говорю, Антош, и сразу, когда мы начали писать, я говорю, Антош, говорю, что-то, я говорю, я не поняла, говорю, почему не мальчик пишет? Он говорит, ну, потому что он спрашивает про плейдэй, как бы, я говорю, ну, я-то, смысл, говорю, я понимаю, говорю, ну, почему мальчик, а не папа или мама? Ну, и ладно, сегодня мы забрали детей со школы, звонит телефон, номер которого я не знаю, поднимаю, привет-привет, и мне там начинается очень активно, очень эмоциональный человек, привет, я папа такого-то мальчика, как у тебя дела? Я говорю, у меня все хорошо, спасибо. А так, в целом все нормально, в целом все нормально. Я в этот момент пытаюсь вставить пять копеек, типа, говорю, мне тоже очень приятно, меня Марина зовут. А, ну, хорошо, хорошо, Марина, значит, ты знаешь, типа, что наши сыновья хотят устроить плейдэй? Я говорю, да, я знаю. Он говорит, и я, говорит, понял, на прошлых выходных вы были заняты. Я говорю, муж работал, и у нас были другие планы, мы были заняты. Дальше пошло то, что он мне начал объяснять, что я, говорит, мой сын пришел ко мне и сказал, что ты почему-то хочешь поговорить, типа, со мной, но они уже в пятом классе, и они, говорит, должны сами между собой решить, они должны быть взрослыми, они должны быть самостоятельными, сами планировать свое время. Говорит, они должны все спланировать, и, типа, тогда сказать нам, и мы уже тогда их, ну, застыкуем. Правила, в общем, к этому должны пойти. И что он сказал там про 14 лет? Про 14 лет, что он говорит, что меня, говорит, ну, мне, говорит, неприятно и страшно видеть некоторых подростков, которые в 14 лет, они очень зависимы от родителей, они не могут ничего решить, они не могут сами собраться в школу. Он говорит, я не хочу растить такого ребенка, я хочу, чтобы мой ребенок умел общаться, говорит, чтобы он, говорит, я, конечно же, говорит, типа, я видел, как он переписывался, я видел, что он был уважительным, ну, потому что мальчик написал там спасибо, все дела. Перед этим он мне еще начинает объяснять, что, говорит, с вами, говорит, я понял, что для вас важно поговорить, типа, с родителями, но у нас, говорит, ситуация такая, мы, говорит, в разводе, три дня в неделю мальчик живет с мамой, четыре дня в неделю он живет со мной, говорит, и как раз мои дни, это четверг, пятница, суббота, воскресенье, и, говорит, если очень важно, чтобы с мамой, говорит, то тогда лучше, говорит, тебе отдельно пообщаться с ней, допустим, понедельник, вторник, отдельно со мной другой день, потому что, говорит, мы только недавно, в прошлом году закончили наши судебные дела, и вообще мы, типа, видеться не желаем. Что, в принципе... Это нормально. С одной стороны. Но с другой стороны, обычно разведенки, в смысле разведенные пары здесь общаются. Целуются и обнимаются. Да, и главное, что у нас на выпускную в Киндергадене, у Катаринки, когда он был, еще был первый год, значит, пришел мама с новым бойфрендом, а папа со своей супругой и с ихним общим ребенком. Короче, как-то вот они все этого ребенка с Киндергадена выпускали. Ну, в общем, не судя об этом. И он мне это все рассказывает. Он мне рассказывает, с какими большими нервами был развод. А я слушаю и думаю, зачем ты мне это все рассказываешь? Ну, в общем, продолжалось это все долго и упорно. Мы опять переговорили. Я согласилась с ним, что да-да-да, ужасно, когда видишь, что подростки не могут там, независимо от взрослых, там что-то решить, что мы были гораздо взрослее, когда мы были в ихнем возрасте. Выдохнули, и все-таки мы договорились, что мальчики сами все решат между собой. Плюс он еще сказал, что, типа, хочу ли я все-таки с мамой пообщаться или нет. Я сказала, что он сказал, что, ну, мне уже тогда не надо, мама. Просто я говорю, я волновалась. Я же говорю, ну, отправляю ребенка в чужой дом, мы же не можем просто его. Я должна была знать, согласны ли вы, что, типа, ребенок придет к вам в дом. Вот, он еще сказал, что на этот день, короче, скорее всего, это будет эта суббота, мальчики планируют их, там будет шесть одноклассников, он назвал их все имена, сказал, хотел ли бы, он связывался со всеми родителями и хотел узнать, хотела ли бы или я переговорить с теми родителями. Я сказала, что доверяю ему и верю, что отбор прошел нормально. В общем, он просто, ну, мой мозг, ну... Взорвал. Взорвал, потому что столько личной какой-то информации. С одной стороны думаешь, вот, ну, зачем мне это все? С другой стороны, я вот потом, Сережа, когда мы дома сейчас вот кушали, я говорю, Сережа, с другой стороны, наши дети достаточно тесно дружны. Может, это и нормально, что мы должны знать, что они там в разводе, в каком... Ну, ну, как, ну, не совсем там узнать какие-то, совсем уж семейные тайны, блин, скелеты по шкафам искать. Ну, будь в курсе каких-то дел, да. Ну, а с другой стороны, тебе это ничего не напоминает? Что? Колледж. И опять же, все открытое все рассказывает. То есть... Обсуждают такие... Малейший повод, и человек, ну, не то, что выплескивает душу, а просто открывается перед тобой, можно сказать, ну, рассказывает тебе какие-то свои, ну, там, ну, не интимные подробности, но он рассказывает... Ну, это достаточно личное, правильно? Твои там разводы, свадьбы и все остальное. И просто, извиняюсь, я хочу перебить, и вот... Не хочу показаться грубым, как говорят наши дети, это у них такая фишка. Нет, не хочу показаться невоспитанным. Невоспитанным, да. Будем правильно цитировать наших маленьких учеников. Вот. Ну, вот очень многие блогеры... Почему? Чуть ли не в каждом видео говорят, что здесь, в Америке, нет души. Не хватает общения. Нельзя с человеком, типа, поговорить по душам, типа, американцы сухие, типа, только все за бабки. Мне неинтересны твои дела, если там ты не интересуешь меня финансовые и прочее. Но это я уже не вдаюсь, это вот я вкратце так пытаюсь сказать, да? И вот прямое подтверждение. Вот Марина ходит в колледж. Я хожу в колледж. Все раскрываются. Я... Ну, это не работа, а как-то участвую в школе. В жизни одного центра благотворительного. И я занимаюсь в школе... Ну, мы достаточно активно стараемся принимать участие в жизни нашей школы, да? Я хожу на какие-то конференции от нашего школьной ассоциации учителей и родителей. Я не знаю. Но мне иногда, которые вещи мы обсуждаем, да, иногда я вот так-то, если сравнить, то мне могла когда-то по молодости, я подчеркнула по молодости лет по 17, да, рассказывать подружкам. Потому что потом, когда все стали повзрослее, уже все стали прятаться... Все замкнулись? Нет. Маска благополучная. У нас все стесняются показаться неблагополучными в чем-то там, типа, ну... Ну, поделиться чем-то сомкровенно. Ну, в общем, как говорится, позвонил папа, сказал, окей, Марина, давай там в субботу в 3 часа встречаемся. Все, бай-бай. Хорошего дня там. Как дела? Да, в конце, в общем, наша... Ну, он же позвонил и... Прежде чем договориться или после того, как договорился, он еще... Чуть не рассказал даты, когда он и чего он... Все, да. Он объяснил, почему, если... Потому что я говорила, мне надо поговорить с родителями. И, возможно, Антон досронно и передал, что мне надо оба родителя как-то. А, ну может, но все равно. Я говорила Антонше с родителями, родителями. Ну, я же не могу сказать, мне надо поговорить с мамой или с папой. Потому что так нельзя говорить. Потому что, как говорит наш профессор по Чаро-де-Воробни, мы не знаем, мы не можем ребенку сказать, как ты с мамой провел выходные. А вдруг у ребенка нету мамы? А вдруг он живет в расширенной семье, где есть только бабушка, дедушка и тетя, кто его 8 лет. Как известно, что такое расширенная семья? Расширенная семья – это когда по каким-то причинам в жизни ребенка, вот, допустим, может быть мама в разводе, и в жизни ребенка большая часть, мама работает, большую часть его воспитания занимаются. Бабушка, дедушка, тетя. Туда может входить в этот состав очень много людей. А вдруг он вообще из семьи, где два папы, и ты ребенка, во-первых, ребенок начинает думать, что не так. Как у всех есть мама, почему я не могу рассказать о маме, это дает детям в слишком маленьком возрасте начать сравнивать себя. Мы не должны детям давать сравнивать, они все одинаково и прекрасно. Поэтому надо по-другому ставить вопрос. Поэтому я говорю с родителями, с родителями, то получается они права. Возможно, у ребенка не родители, а опекуны. Ну тогда уже как вопрос еще более корректно поставить? Я не знаю. Но факт, что я произносила родителей. Вот, наверное, Антон, передавая родителей, он имел в виду, что оба надо. Поэтому он и начал объяснять ситуацию, наверное, что они в разводе, что хочется. Наш ребенок, получается, недопонял, сказал тому, а тот понял в силу своего, опять же, может, менталитета, что хотят с двумя поговорить. И начало рассказывать. Но опять же, он же мог сказать, что просто мы в разводе. Хочешь с мамой поговорить на ее телефон? Он же мог не говорить, что мы два года тут разводимся, и это было очень тяжело для нас. Да, ну, в общем, факт, что в конце он сказал, спасибо за понимание, спасибо, что понимаешь мою фирософию по поводу того, чтобы растить самостоятельными мальчиков, ну, мальчиков, детей. Но мы, в частности, про мальчиков говорили. Я сказала, что я полностью разделяю, поэтому тоже стараюсь меньше Антона контролировать. Ну, такое попрутали-попрутали. Ну, в общем, я просто, опять же, что поражаешься вот этой какой-то открытости. Вот так. Поэтому каждый делает выводы сам. Я думаю, что если кто-то ищет необщительность и бездуховную жизнь, он ее находит. Если кто-то заточен на открытость, ищет, а поговорить, то он находит. Но, в принципе, Марина не ищет с кем поговорить в колледже, в группе. Вот задание, типа, что там. Рассказываем про свой домик, грубо говоря, вот какой я снаружи, какой я внутри, вы видели этот флот. И каждый открывается, раздевается, блин, и все рассказывает. Опять же, вот я хожу, наверное, два раза в год на большую конференцию от нашего школьного дистрикта. Там тоже, там практически все родители, у кого дети, английский, это второй язык. Но мы там рассматриваем не только проблемы, скажем, детей, у кого английский, второй язык. Вот в последний раз темой конференции был интернет-буллинг. Буллинг, мы уже говорили, это когда над ребенком издеваются, все такое. Интернет-буллинг, и почему он опаснее, даже чем реальный буллинг. Вот, и опять же, люди встают и на весь большой этот конференц-зал рассказывают какие-то свои проблемы, рассказывают, с чем столкнулись их дети. Почему не открыт? Ну, как бы в Белоруссии, ну, мне кажется, родители не сильно стараются рассказать, особенно о трудностях и о проблемах детей. То есть, насколько я знаю и помню, это всегда было, вот мой ребенок чемпион, там, по шахматам или по гимнастике, это да. По гимнастическим шахматам. Да. А если ребенок не чемпион, а если он вдруг там где-то что-то сделал, то об этом тихонько все умалчивают, и никто ничего не говорит. Его может только отругать учитель, вызвать родителя, или на родительском собрании при всех родителях сказать, Сидоров, ваш сын там, блин, вчера кошку из окна выбросил. Здесь в школе такого никогда не сделают. Здесь разговаривают с каждым родителем индивидуально, каждому рассказывают, какой его ребенок замечательный, замечательный-замечательный, или замечательный-не замечательный, но он же все равно будет замечательный. Нет. То есть, никогда ребенка не ругают. Это типа не относится. Вы знаете, он сегодня орау в красе громче всех. Был самый шумный, самый невоспитанный. Он так хорошо невоспитан, что просто прелесть. Вот. Ну, в общем, это очень прикольно, интересно. Это и открывает мир совсем по-другому. И вот Маришка сейчас учится на этих своих специальных предметах. Мне просто страстнулось от них стало. Не волнуйся, тебя вылечу. В общем, все, что мы делали, оказывается, мы делали как-то не так. Мы совсем относились к детям. Ну, мы не говорим, что мы лично к своим детям. А в принципе... Если рассматривать систему... Да, то получается как-то, ну... Я себя помню ребенком в школе. С учителем мы никогда не были на равных. Учитель мог только, скажем там, ну, конечно, похвалить он тоже мог. Накричать, обозвать и все такое прочее. Когда я попал в техникум, я почувствовал, что я уже такой взрослый. Ко мне как-то уже по-взрослому относятся к нам уже. Ну, и учителя по-другому относились. И заведующий отделением. Ты уже чувствовал себя каким-то другим человеком. Здесь дети это чувствуют. Вот пришли в киндергаден, и они уже другие люди. Они совсем взрослые. С ними по-взрослому разговаривают. Ну, их не делают взрослыми. Их делают... Индивидуальными. Индивидуальными, да. Самостоятельными. Ну, как-то, ну... Я не знаю, как это передать. Когда вы все выиграете грин-карту, приедете с детьми, пойдете в школу... Давайте соберем большой-большой встречи. Вы сразу все это увидите и почувствуете. Не, встречу это само собой. Но я просто говорю, что вот... Разница. Это просто с первого раза, с первого слова, с первого взгляда видно. Вот мы пришли в школу первый раз, и когда работала эта женщина, которая переводит детей, ставит этот знак «Стоп», останавливает машины, мы чуть не плакали, блин, когда это видели. При этом эта женщина всегда знает детей, кто там куда идет, кто там на трампите играет, кто на дудочке, кто на флеточке. Как они это все запоминают? Я не понимаю. И дети ее так же любят. Они подходят, ее обнимают. На Новый год все дарят червис подарочки. На день, когда... Ну, мы раньше рассказывали, что есть такой день, когда благодарят всех учителей, всех работников в школу. Все рисуют ей открыточки. Ну, это так... А потом она как свистнет кому-нибудь, кто переходит в дорогу. Я один раз, но она мне как свистнула. Мы опаздывали за детьми, я решила перебежать дорогу. Сигануть через дорогу. Блин, я чуть не подпрыгнула, но где-то на такой свисту. Я себя почувствовала, знаете что? Я себя очень плохо почувствовала. Мне, брат, так стыдно. Поэтому выигрывайте, приезжайте, смотрите и удивляйтесь. Это на самом деле все по-другому. Это абсолютно другой мир. То есть мы сейчас не агитируем никого там, не говорим, что где-то плохо. Это другое. Просто два разных мира. Абсолютно разные. Каждый живет там, где ему нравится, где ему хорошо и все такое прочее. Но это просто другой мир. Это отличается. Это все по-другому. Вот поэтому и все. Что еще? Чем там вы закончили с папой? Мы что-то начали про папу, закончили с переводчика дороги. Договорились, что дети сами между собой договорятся. Он в принципе только спросил, есть ли у нашей семьи планы на эту субботу. Я сказала, что с утра мы планируем ехать в Эльками на колледж мы едем. Потому что у детей будет такая же... Как это объяснить решили? Короче, день открытых дверей в колледже, наверное, да? Там будет какой-то астронавт перед ними выступать. Туда посещение не обязательно. Но если ты туда сходишь и напишешь один параграф о том, что ты там видел, чему научился, там будут для детей разные... Активности это называется. Активности разные. Там им можно поучаствовать в каких-то экспериментах, там, ну, во всякой такой вот интересных вещах. Мы были, если ты не выкладывал, ЮСЕЛАЙ? Мы были... В таком... Не в колледже мы были, а в ЮСЕЛАЙ. В Университете Лос-Анджелеса. Это видео лежит. И когда-нибудь... И вы его увидите обязательно. Ну, просто, да. То руки не доходят, то еще что-то. То видео накладывается. Да, но мы выложим это видео обязательно. И мы едем в субботу в колледж. Он говорит, о, я тоже про это слышал. Говорит, но мы не поедем, потому что они идут на какую-то бейсбольную игру. Вот, говорит, если ваша семья свободна после 2-го, то пускай они уже сами там, типа, договариваются. Ну, мы сказали Антоше свои ранки, что мы можем с 2-го до 5-и, и пускай они уже там между собой договариваются. А вот так вот работает переход. Моргает. Переходы переходят, пешеходы. Поехали. Вот. Так что, Антоша, снова вечеринка. Но это уже не с ночевкой, это просто на погулялке. Ну, все, вот такой маленький влог был о том, как родители договариваются между собой, чтобы сводить детей друг к другу в гости. О том, что американцы никакие не закрытые, никакие не снобы, никакие там бездушевные. Можно сказать, какое-то слово мне не хочет. Просто день открытых дверей можно привезти детей, поиграть, поразить по машине, пожарники что-нибудь там подарят, ручку там с аббревиатурой, шапочку эту пластиковую дадут, ну, копии пожарной шапки, да. Люди шли, им еду унесли, печенье. Ну, еду не чтобы поесть, а отблагодарить, да, да, угостить, знак благодарности и прочее. Вот, так что, вот такие. Всем спасибо за внимание. Вы были на канале. Наши субтитры. Your life is my life. Володя, bye-bye. Пока-пока, хороших субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok